Здравствуйте друзья меня зовут Шипилов Вадим и мы сегодня с вами поговорим о том как изменилась ситуация с наркотиками с болезнью вот в эту пору когда у нас история с коронавирусом самоизоляции и саноэпидемиологическими новыми правилами опросы говорят о том что наркотиков на улице меньше не стало а вот у наркоманов у потребителей стало гораздо меньше возможности эти наркотики приобрести то есть они говорят о том что полиция в принципе знает нас в каждом из районов и нам сложно забрать эти закладки и что мы имеем в конечном итоге зависимость никуда не девается если мы думаем что мы не дали потребителю наркотиков и зависимость ушла то мы ничего не знаем и заболевания зависимость неизлечимое заболевание которое поразило все сверы жизнедеятельности человека от биологической до духовной и в итоге мы имеем людей с острым абстинентным синдромом ну так называемой ломкой которые находятся в изоляции дома находится в изоляции дома совершенно пораженной психикой при наркомании и находится без возможности помощи ну или в ограниченных возможностях получения помощи потому что допустим даже некоммерческие организации которые работали там в области снижения вреда работ ну оказывали психологическую помощь наркоманам ну там распространяли шприцы одноразовые чтобы не было распространение социально значимых заболеваний и так далее вот работа этих некоммерческих организаций сейчас прекращена связи с ситуацией и в принципе обратиться зависимым мало того что некуда так еще и нет желания потому что отрицание вообще проблема и недоверие и вообще не принятие какой-либо помощи нормальный симптом при зависимости и мы имеем вот этих вот наркоманов со всеми этими проблемами у себя дома которые живут еще и в семье который сейчас не имеет возможность вообще как-либо от него изолироваться то есть если мама уходила там на 8 часов на работу и хотя бы из этого сумасшедшего состояния общения с этим зависимым окна на работе побыть там 8 часов и плюс там дорога еще какое-то время побыть общаясь с людьми независимо то у нее сейчас этой возможности нет у школьников детей которые уходили в школу и тоже имели возможность не контактировать зависимым тоже такой возможности нет у зависимого пойти как-то употребить и свое состояние изменить для того чтобы не иметь вот эту острову синей на синдром тоже такой возможности нет ну и мы имеем вот такую вот общую ловушку в которой в принципе можно только посожалеть этим семьям до которые находятся в таком состоянии и конечно же мы ожидаем серьезных психических проблем связи с этим потому что копится напряжение и так называемое бытовое насилие да и еще есть такой аспект у зависимых что там неважно вещество но есть приоритетность вещества ну допустим вот наркоман любит там определенные виды наркотиков это его приоритетное вещество но если этого наркотика нет а есть вот это состояние ломки то он будет пытаться решить эту проблему с помощью других веществ то есть он может там аптечные препараты употреблять если даже этой возможности нет он будет употреблять алкоголь алкоголь естественно зависимый человек не может употреблять в умеренных дозах это исключено потому что у него основная идея это в том чтобы забить эту боль боль физическую психическую там и моральную и естественно это так называемый невменяемое состояние и здесь мы тоже видим серьезную опасность до социальную потому что в принципе самым социально опасным веществом является алкоголь потому что самое большое количество преступлений именно связано с ним что нам делать в этой ситуации и как нам быть даже в стандартной да ну если вот не брать эту ситуацию с коронавирусом обратиться за помощью это такой целый подвиг для семьи потому что нет мотивации потому что часто не видно проблемы самой или или не хочется ее видеть и можно каким-нибудь образом забыться и вот сейчас с одной стороны у нас есть так называемый мотивационный кризис это хорошее время для того чтобы реально увидеть проблемы которые существуют и вот здесь вот у нас ничего не изменилось в этой ситуации увидев эти проблемы необходимо обратиться за помощью и получить профессиональную помощь как для самого зависимого так и для родственников потому что они в том числе нуждаются в помощи при зависимости в это время несмотря на то что это все происходит конечно же работают реабилитационные центры конечно же работают реабилитационные программы потому что если прекратить их работу то тысячи людей просто а социальных выйдут на улице в социум попадут вот в эту ситуацию о которой мы говорим и конечно же мы здесь можем иметь всплеск негативных явлений поэтому слава богу эти организации работают и для тех людей которые еще находятся в ситуации когда родственник активно употребляет мы как и прежде говорим о том что вам нужна профессиональная помощь я поясню вот сейчас а в мире находятся миллионы людей с диагнозом зависимости по миру миллион людей с диагнозом зависимости которые остаются трезвыми до прошедшие там программы и находящиеся в программах и они находятся дома они находятся в такой же ситуации в какую какую мы описали но при этом у них есть возможность прорабатывать свои состояния например есть группа самопомощи которые перешли в онлайн формат у нас в организации все наши занятия проходят дистанционно у нас есть занятия для родственников которых обязательное участие и специальные программы направлены на работу с ребятами которые находятся в стадии выздоровления это очень важно ну важно это не прекращать почему потому что заболевание хроническое и она требует постоянного постоянно проработки постоянно профилактических действий и если мы думаем что мы сами решим эту проблему то давайте смотреть выше о том о чем мы с вами говорили эта проблема ну купирование там наркотиков проблема не решается потому что она гораздо глубже и а вот комплексно решать эту проблему а вот давать инструменты с помощью которых люди могут оставаться даже при этой ситуации трезвыми могут вести качественный образ жизни вот эти инструменты вы можете получить в дистанционном режиме поэтому с одной стороны у нас наркотики никуда не делись с улицы до раз с другой стороны наркоманам сейчас гораздо сложнее их доставать приготавливать употреблять больше на это нужно денег потому что они зарабатывали деньги на различных работах которые сейчас скорее всего закрыты это вот если опять же взять по опросам это либо это водители либо это клининг либо это еще какая-то такая издельная работа и у наркомана сейчас денег нет помощи особой тоже нет и плюс еще к этому изоляция семьи и это отличная ситуация для того чтобы изменить положение вещей потому что сейчас проблемы наркомания в семье обострились все это сейчас на виду и вот именно сейчас нужно и принимать решение и решение очень простые да для меня они очевидны я сомневаюсь что вот эти тысячи зависимых ребят умрут от коронавируса но точно большинство их умрет от зависимости умрет тяжело умрет разрушенные физически и психически умрут многолетняя мучая свою семью и для меня здесь проблема наркомании очевидно она как и было вот моей уже там профессия там 20 лет как была первичная так и остается первичной поэтому друзья с одной стороны да у нас сейчас какие-то сложные и непонятные времена а с другой стороны мы можем использовать это для того чтобы спасти а своего близкого и бы улучшить качество своей жизни потому что самый основной токсин если в семье зависимы это именно это заболевание поэтому друзья давайте использовать это время во благо обращайтесь пожалуйста за помощью и не занимайтесь самолечением потому что она ни к чему хорошему не приводит звоните по телефону наши специалисты 24 часа в сутки проконсультируют вас по любому вопросу вы получите консультацию анонимно бесплатно конфиденциально а я вам желаю мира и здоровья с вами был вадим шиппилов до свидания